Как перестать копипастить код Python, а начать писать с головы? Вот ответ. Здравствуйте, ребята. Первый вопрос, который стоит задать, чтобы дать ответ. Что надо сделать? Вполне логично становится нам надо достичь свободного чтения кода, свободного чтения документации. На основе этого написание собственного кода. Что является этим? Это и есть базовый уровень, которым должен быть другого базового уровня. Я там немного знаю Python, я что-то читал, он не учитывается. Не будет работать. Конечно же возникает вопрос, как это сделать. Потому что когда был упомянут исходный код и документация, я думаю у всех жалость нутро, ведь многие там вообще никогда не бывали. Давайте уберем ваш страх. Возьмем отсюда всего 4 конструкции. Функция, класс, метод, экземпляр. Тогда становится следующий вопрос. Следующий вопрос такой. Чего вам нужно добиться и как? Давайте взглянем на код. Возьмем функцию именно эту. Почему? Потому что здесь есть самая частая конструкция. Откроем исходный код. Проследите за моей мыслью. Когда я открыл функцию, прочитал параметры, дальше я вижу, как идет проверка и разворачивание параметров. Вот этот момент является ответственным за принятие решения написания собственного кода, который мне говорит. Так как это объект первого класса, то код надо писать как атрибуты. Иными словами, здесь приплетается то, что мне исходный код дал ответ. То же самое я мог бы увидеть, как правило, более опытные разработчики, они сразу это бы увидели. Но я получил ответ, что я буду работать со значениями. Сейчас пока прозвучало много непонятного. Самый главный вопрос, как этого добиться и как это добиваюсь я. Сначала давайте представим, что мы изучаем подряд. В любом случае получаем кашу. Надо учесть один момент, что справочники устроены таким образом, что постановка типов данных впереди, это передача информации от профессионала к профессионалу. Новичок отсюда запомнит только скобочек-кавычки, не более того. Давайте сделаем по-другому. У нас есть функция класс метод экземпляра. А вы можете себе предположить, что это вообще одна конструкция. Более того, эта конструкция работает одинаково во всех современных всеподобных языках программирования. Все остальное будет являться логикой и будет работать абсолютно одинаково для этой одной конструкции. В данном случае, конечно, эти все вещи будут делать разные, но при этом у них будет общее. Этих общих вещей всего две. И лакмусом будет, то есть проверкой, эти две вещи должны работать для всех языков. Мы это должны найти. Если бы это просто сказать, все равно ничего не будет понятно. Поэтому поступаем следующим образом. Нам надо проделать путь, который начинается с определенного порядка. То есть нас будет интересовать то, что мы будем читать в файле. Кроме этих четырех конструкций, в любом файле любого языка ничего нет. Параметры. Возьмем пример. Самый простой пример. Потому что параметр это абсолютно то же самое, что мысль в голове человека. Я собрался идти на рыбалку. Это моя мысль. Если я уберу эту мысль и заменю ее какой-то другой, то мне не надо будет ни спиннинг, ни выбирать маршрут к озеру и так далее. То есть наша мысль в голове заменяет параметры. Все просто. Дальше идут все проверки. Каким образом я этого добьюсь? Сначала будет очень плохо. Я добьюсь, чтобы происходили три вещи. Первое. Считывание параметра на лету. Пока нет принятия решения. Второе. Вызов. Под вызовом имеется абсолютно любой вызов. То есть вот пошел вызов функции. Которая является... Которая принимает переменные. И мне поможет метод через исключение. Меня мало интересует сам код. Код будет меняться. Он всегда будет однотипный. Мне интересует навык человека. Что он будет делать, когда получит исключение. Этот навык я собираюсь развивать. Развитие навыка происходит таким образом, что задания и занятия мы постоянно сравниваем, не сравниваем, а тестируем на исходном коде. То есть мы должны видеть, читать. Здесь происходит несколько этапов. Первый этап. Мы просто вроде как понимаем, что это написано. Дальше нам открывается вообще в данном случае что? Это обязательно. Здесь будет поиск. Все очень просто. Мы уже четко можем понимать, что проверяется. Это тоже дальше открывается. Пока хватит. Вывод. Когда мы поймем, что общая между этими конструкциями, разница станет очевидна. Ничего учить не надо. Почему? Потому что будет работать обычная логика. Функция будет делать свое. Класс будет делать свое. Метод та же функция, только в классе. Будет делать свое. Экземпляр будет делать свое. У меня полностью убирается путаница. То есть теперь все на своих местах. Откуда и докуда мне надо проделать путь. С учеником. Я даю задание, чтобы ученик описал то, что он знает. По исходным файлам, по документации. То есть я вижу с чего начать. С программистами я начинаю, например, с объекта. Приходит человек и говорит, что я вообще полный ноль. Ну давай настраивать среду. Тот, кто написал что-то о функциях и он что-то понимает. То, конечно, объекта рано. Для него он останется словом. А с параметров можно начать. То есть с чего бы мы ни начали, мы в любом случае должны прийти к типам. Не к типам данных. Ребят, тип есть у всего. И наша задача начать видеть и понять, что с этим делать. В каждый конкретный момент. То есть здесь имеет особое значение это определение. Что перед нами за объект, что мы можем с ними делать. В этом и есть смысл разработки учеником своей системы работы с кодом. Наш путь, я за последние 10 лет просчитал. Будет, как правило, включать, чтобы прийти от первого шага задания, прийти к четкому пониманию типу, что с этим делать и чтению кода, будет составлять примерно 400 вопросов. Примерно ученик должен написать 7000 строк кода осознанно. Написать особым образом, то есть постоянно применяя метод через исключение. Не код, я сказал, не важен. В коде всегда есть одни и те же конструкции. Нам важно, что мы будем предпринимать в той или иной случае. Что это нам говорит логически. То есть просматривать на несколько шагов вперед, видеть целый слой. Здесь всегда нужен преподаватель. В данном случае человек уже пишет. Но когда мы подошли к классам, здесь на самом деле нет ни одного правильного ответа. Почему? Почему так плохо? А вот пример. Я часто привожу. Человек занимает должность. Происходит ситуация, что он пишет такой код. Если посмотрел человек, то подумал, наверное, это юмор. То есть такой код это плохо. Сразу видно, плохо это не будет работать с экземпляром. В результате, да, действительно, они вдвоем приходят к тому, что оказалось, что оба были неправы. Ни один, ни второй четко не понимал различия между атрибутами класса и атрибутами экземпляра. Ребят, ну не через 15 лет. Это примерно будет такая банальная ситуация, когда работает человек мастером 10 лет в гаражах, а потом говорит, вы знаете, оказывается, я не знал, как открыть капот машины. Поэтому я не мог ремонтировать. Так все у меня нормально. Ребята, это трагедия на данном этапе. Мы уже научились писать код, научились, много чего прошли, да, понимаем объекты, понимаем все, все, все. Но к классам мы подошли. Мне надо, чтобы он назвал всего три вещи, которые указывал Гвиду Амросу, чтобы это не привело к этой ситуации. То есть три вещи, в которые будут вкладываться классы. Для этого нужен преподаватель. Писать можно все, что угодно. Но эти три вещи, они и будут то, что надо нам изучить для того, чтобы понимать классы. Как я добиваюсь того или иного фрагмента? Мы будем работать только, например, в данном случае с параметрами, пока я не буду видеть, что человек четко добился трех целей. Не потом, не когда-то, а сейчас. Почему? Потому что дальше нам в коде делать просто нечего. Если многие проходят этот путь и говорят, вот, наверное, буду заниматься, буду писать, задайте себе вопрос, когда. Если вам трудно ответить на этот вопрос, откройте код и просто спросите себя, читаю я его или нет. Если вы не читаете, значит, надо срочно просто заняться тем, чтобы читать код. Для этого надо преподавателю. Кому интересна моя система, в описании ссылка. Посмотрите здесь видео, что есть действительно базовый уровень. Если ваш базовый уровень не включает то, что я показал, а я вначале сказал, да, то ситуацию надо менять, иначе результата не будет. Вы всегда будете копипастить, пока не придете не осознаете, что надо базовый уровень именно этот. Это и есть база. Далее, можно нажать купить, выбрать план индивидуального обучения. Нажать на значок почты и задать вопрос, если у вас возникли выборы, в выборе плана какие-то вопросы или какие-то другие, написать. Все остальное точно получится. Спасибо.